Доброе утро, девочки мои! Смотрите, утром рано шел дождь, а сейчас солнышко вылезло. Капли еще даже на стекле остались, и уже солнышко. Классно! Правда, свежо, я смотрю, там 9 градусов. Но ничего, сейчас глянем. Ой, классно! Свежий воздух после дождя. И солнышко прям необычно. Точка вон туда уже куда-то ушла. Ой, классно! А у нас небо тут уже чистое, голубое, помытое. Здорово! Птички поют, слышите? Без 15.7. А я проснулась сегодня в 4 утра, девочки. Уснула в 12, проснулась в 4. Но проснулась, думаю, ладно, уже вроде бы как выспалась, лежала, лежала, но вспомнила, что у меня куча дел на сегодня, вроде как бы запланировано. Не знаю, я успею все это сделать за сегодня, может быть, что-то не успею. Вот, поэтому я встала, кофе попила и села монтировать видео. Только что закончила. Так что уже одно дело сделано большое. Видео вводится. Так, а что сейчас еще я хочу сделать? Ну, я сегодня планировала голову помыть и переуложить по-своему. Мне вчера сделали стрижечку. Вот, и там просто в салоне они, она волосы вытягивает мне для того, чтобы сфилировать и чтобы было видно, как там филируется. Она очень сильно их вытягивает. Я их немножко так делаю, чтобы они были приподняты у корней. Ну, в общем, голова-то чистая, но просто укладка чуть-чуть не такая, так что не обращайте внимания. Я, наверное, просто попозже эту голову помою. А сейчас что я хочу сделать? Я вчера купила, когда мы шли с Настей из садика, рыбные головы, рыба свежая. Не захотела я брать рыбу, жарить, в общем, как бы. А вот мне захотелось уху из голов. Я люблю уху из голов. И это головы сазана или, может быть, честно говоря, не знаю. Ну, нормальные такие головы, в общем. Неважно. В общем, наша речная рыба. Вот, хочу сделать уху и вареные головы хочу поесть, поковыряться в них. Люблю вот это вот посмаковать. Компотик еще хочу сварить, а то у меня уже яблочки лежат, и они начинают немножко как бы сохнуть, вянуть. Так. Ну, это изготовки. А то, что касается неготовки, то я хочу залезть сегодня на чердак, на свой, показать вам, что там творится. Я хочу оттуда выгрести все. Наверное, я просто выброшу все, что там у меня лежит. Потому что там лежит все, ну, такое, что вот очень редко бывает нужно. И вот это вот самый дальний угол. Я уже вам, девочки, показала все свои такие углы. Я не знаю, я уже повыгребала со всех полок. Столько уже хлама повыносила. И мне вот складовки предстоит. Ну, я думаю, что скоро уже буквально, вот, наверное, наверное, на следующей неделе. У меня, кстати, будет сын в неделю в отпуске. Я так надеюсь, что все там срастется с этим отпуском. И он уже... Жду, когда мне заберет, во-первых, колеса. Дочка они заберут. Поедут их переставлять. И карниз мне этот повесят. Ну, я надеюсь, что на следующей неделе уже как бы все уже закончено. Все, что не доделано, доделается. Я так очень на это надеюсь. В общем, в предвкушении всего этого события. Видно, у меня такая случилась. Утром ранний просып. Ну, это не бессонница. Бессонница – это когда я уснуть не могу. Хотя, если рано проснулось, ну, это уже так, выспалась и уже взбудоражена. Хотя чай вчера пила, а, спокойной ночи. Но зато я уснула сразу. А потом, оп, и проснулась рано. Вот. Ну, да ладно. В общем, сегодня буду выбрасывать хлам. Вот этим вот буду заниматься. По крайней мере, надо уже повыгребать, подготовить. У меня, в принципе, если я освобожу этот чердак, то у меня, собственно говоря, есть возможность там даже уже как бы покрасить, ну, что-то там сделать. В общем, давайте будем делать все по порядку. Я загадывать боюсь чего-то, потому что вдруг я резко устану и остановлюсь. Ну, у меня... Я буду снимать сегодня, завтра, что буду делать, все это вы увидите. А сейчас буду готовить уже. Ну, все, девочки, сварила я компот, сварила я уху. В 9 часов утра у меня уже все готово, все настаивается. Ну, компот я сварила, яблоки и замороженные у меня были ягоды. А вот уху, я не стала туда картошку бросать, ничего. Прямо луковицу, морковочку бросила, сухой укроп и головы. Этот судак, сазан, сазан это, да, это сазан. Вот, и все. Я люблю в ухе только головы и саму рыбу, и, в общем-то, бульончик попить. И все. Остальное я все выбрасываю, поэтому ни картошку, ничего туда бросать не стала. Пришло время позавтракать. Заварила я себе овсяночку. Очень удобно, по-быстренькому, с утра. Сфотографировала этот диван, девочки, я его собираюсь продать, а на это место я хочу поставить кое-что другое, но пока я не буду говорить, что. Вот, ну и уже зимнюю обувь я помыла и убрала ее в коробке, убрала в диван. Все, сейчас буду делать дальше. Вообще, девочки, мне давно нужно было уже выставить на продажу кое-какие вещи, особенно обувь. Не вещи даже, а обувь больше. Вот, ну вот я все тянула, тянула. Прямо уже годами лежит обувь, которую я вот купила, одела один раз, поняла, что мне оно что-то не подходит, как-то некомфортно. И лежит у меня босоножки и ботинки, и там еще что-то. В общем, короче говоря, сфотографировать и выставить объявление, все как-то руки не доходили. Ну, а сейчас дело коснулось дивана. Ну, диван, как бы, просто так я отдать не могу, потому что он новый. Ну, я его купила, когда его несколько лет назад, еще когда работала, его покупала. Старый выбросила, новый купила, поставила. Думаю, ну, может быть, там кто-то из детей останется ночевать. Гостевой диван у меня был. На нем, наверное, раза два переспали у меня. Кто-то, дочка один раз переспала, Настя один раз переспала. И все. Я поняла, что он у меня стоит просто без дела. А у меня такая задумка интересная появилась. Я кое-что хочу сюда поставить, пока не буду говорить. Ну, чтобы... Потому что. Вот. Скажу потом. Когда этот диван продам, когда я увижу то, что я ищу, мне понравится, я вам покажу тогда и скажу, что и зачем я хочу сюда поставить. В общем, без надобности мне этот диван. Я его сфотографировала сейчас и выставлю все-таки его на продажу. Вот. Сейчас пока у меня кашка настаивается, я позавтракаю, потому что уже пора. Проснулась рано в 4, а уже 9, пора позавтракать. Фильм у меня пока, видео выводится, еще не вывелось. И сегодня я хочу, девочки, залезть вот туда на антресоль, на верхнюю часть. Она у меня от нижней отделена. Хочу как минимум там просто разобраться, что лежит, повыбрасывать ненужные вещи. Хватит у меня сил на что-то там красить, не красить, не хватит, не знаю, но по крайней мере надо уже перебрать там и уже избавиться от ненужных вещей. Я вам хочу показать, что я имею в виду. Видите, у меня над шкафом вверху вот там две дверцы, вот там антресоль, там барахло всякое хранится. Уже давно складирую, складирую, в общем, пора уже там открыть дверцу, посмотреть, что там ненужное все повыбрасывать. Там походу все ненужное, мне кажется, я такая, чтобы выбросить все. Я сейчас, вы знаете, прямо разошлась, на меня так весна повлияла, что я прям хочу все выбросить, все перечеркнуть и заново начать. Такое бывает, находит, и я пользуюсь этим моментом, я начинаю выгребать тогда. Со всех углов все ненужное, начинаю выгребать и выбрасывать. Так, ну все, девочки, у меня как раз видео вышло, я сейчас могу зайти, посмотреть объявление, что почем нынче стоит, какую цену назначить на этот диван, ну и заодно позавтракаю, потом вернусь к вам. Ну что, девочки мои, планы мои на сегодняшний день были нарушены, непредвиденные обстоятельства, как всегда, бывает, рушат планы, вот поэтому я никогда не люблю ничего загадывать наперед. В общем, я пока посидела в интернете, пока я поделала все свои дела, проголодалась, пообедала, думаю, полежу часок, прилегла и уснула. Я, в общем, проспала целый день. Так что сегодня у меня уборка в шкафу, она перенеслась, наверное, на завтра, я уже так аккуратно надеюсь на это. Вот, ну, я не могла не включиться сейчас и не сказать этого, иначе я опять буду беспокойно спать, что я вам не сказала об этом. Ну, по крайней мере, я искупалась, уложилась по-другому. Вот, сейчас у меня уже моя прическа лежит, как надо. В общем, все хорошо, все отлично. Вот, ну, все, мои девочки, не буду я сейчас вас томить разговорами. Сейчас я уже ложусь, посмотрю телевизор, надеюсь, усну, не знаю, даже целый день проспалась, сегодня просыпалась, я опять проваливалась в сон. Не знаю, может быть, я уже метеозависимая стала, и может быть, на меня влияют какие-то космические, там, не знаю, магнитные бури или еще что-нибудь, давление, изменение, климат же, видите, какой-то неустойчивый, то дождь, то солнце. Вот, ну, в общем, в конце концов, ничего страшного, мне это не срочно было сделать, я вообще хотела сегодня сделать, но это не прям сегодня срочно, это можно сделать и завтра, и, в общем, послезавтра меня кто в шею толкает, никто меня в шею не толкает. Так что, вот так, девочки, сегодня вот уже день закончился, хочу пожелать вам спокойной ночи, и увидимся уже утром. Все. Доброй ночи, девочки мои. Кажется, что я не ложилась спать вовсе, да? Проснулась без 24 лет. Ну, что, поспала чуть-чуть, но зато я вчера целый день отсыпалась, что уже, проснулась, я понимаю, что я уже как бы проснулась, не в одном глазу. Вот, хорошо, у меня из головы все-таки не вылазит, вот эта антресоль, которую я не сделала, я сейчас хочу прям с нее и начать. Вот такие дела. Вот что значит недоделанные дела? Это, это, вообще мне кажется, что вот эта вот мысль о том, что я хочу быстрее ремонт, это тут уже доделать, доделать, хочется быстрее все это закончить, чтобы уже наслаждаться вот итогами. Ну, не все зависит от меня. Если бы это только от меня зависело, ну, я бы уже все это сделала. Тут, видите, всякие разные обстоятельства, куда это деть, куда то деть, в общем, короче говоря, помимо ремонта, у меня еще нужно куда-то вот эти вещи пораздавать, то, что выбросить, это ладно. Кстати говоря, сейчас залезу я на антресоль, покажу вам, что там у меня, в общем, сейчас творится. Я думаю, что там большинство пойдет на вынос. У меня есть мешок, я это все в мешок посложу. Но сначала мне нужно все оттуда спустить, для того, чтобы все это переложить, что я оставляю, а что я выбрасываю. Пью кофе сейчас, переодеваюсь и полезу. Хорошо, что я живу одна. Вот как хорошо. Человек может, знаете, свое время суток определять сам. Ну, для меня, может быть, рабочее время ночное, ночная смена, да, получается. А днем я могу лечь поспать. Мне никто не мешает, я ни от кого не зависима. Так что, я сейчас, девочки, переодеваюсь, допиваю кофе и полезу наверх. Открыла я вам свой чердак и показываю свое вот это вот безобразие. Но на самом деле у меня девочки хранятся, там разная посуда, баночки, там, не знаю, кастрюли, которые редко бывают нужны. Там еще какая-то посуда, там даже в углу у меня алебастра лежит, в мешочке, которую тоже надо выбросить уже. Я уже определила, что мне больше всего нравится все-таки шпатлевка. шпатлевка. Опять начинается фитнес. С наклоном, вверх, вниз. Баночки храню, сама не знаю зачем. Выбросить их нафиг, да и все. Ну вот и все. Выгребла, все выгребла оттуда. Осталось там только покрасить и можно заново что-нибудь туда закладывать. Набрала вот такой мешок огромный, но он такой оказался тяжелый, мне, наверное, придется его как-то переполовинивать. Но на выброс. Вот большой мешок стоит на выброс. Ну и парочку баллонов там соседке надо отдать. Друшлаг там доску ей отдам и все. В общем, короче говоря, все это на выброс. Я рада, что все сделала. Девочки, на улице рассвет 20 минут шестого. Птички поют классно. Тихо, тихо. Ветра нету вообще. Тишина. Свежий воздух. Так классно. Все, девочки, я там загрунтовала и пускай все высохнет. Покрашу белой краской, да и все. Ну вот и все. Красочка белая покрасила. На один слой мне хватило и краска закончилась. Ну высохнет, посмотрим. Может быть, я даже и не буду второй слой делать. Ну все, красочка подсохла. Я еще убрала немножко мусор с этого шкафа. В общем-то, там уже все нужное осталось. Колеса заберут и там буду делать ремонт. Тоже покрашу белую краску. И вот еще три пакета здоровых мусора, на мусорник. Уже выбросила тут мешок полный. В общем, девочки, хлама все меньше и меньше. Тот мешок вот такой был тяжелый, что я его переполовинила, на два мешка разложила и в общем-то уже с утра и вынесла оба мешка и вот еще приготовила пакеты. Честно говоря, становится как будто бы легче дышать, когда меньше хлама. Перебрала то, что давно уже нужно было перебрать. Ну все, на сегодня в общем-то все. Теперь я буду отдыхать. Та-да-да-да! Девочки, у меня диван купили, забрали, все, у меня угол освободился. Теперь можно будет и журнальный столик этот продать и заказать мебель, которую я хочу. Но я сначала выберу, что я хочу, потом вам скажу, что это я буду здесь ставить. Доброе утро, девочки мои! День следующий. Я вчера не стала уже ничего больше снимать, потому что, ну, во-первых, я больше ничего не делала. Для меня это внезапно, неожиданно как-то забрали диван. Я вообще днем вчера прилегла отдохнуть, немножко поспала. Потом меня разбудил телефонный звонок. Позвонили, я позавчера только объявление выложила, но как-то не ожидала. И этот звонок разбудил меня. Вы диван еще не продали? Нет. Но мы сейчас в течение часа приедем, заберем его. Хорошо. И я, короче, проснулась. Быстрее, скорее прийти в себя, приехали, диван забрали. И, в общем, осталось пустое место вместо дивана. И как-то вот это все, знаете, меня так раз и неожиданно, просто неожиданно, знаете. Вот. И потом я ходила уже, потом по комнате хожу и пытаюсь осмыслить, что у меня дивана уже нету, что я теперь могу скорее свои планы осуществить. ну и теперь же благодаря тому, что дивана уже нету, я могу этот диван отодвинуть туда, вытащить колеса, даже если что, и уже сделать ремонт в нижней части шкафа. В общем, я поэтому сегодня, думаю, высплюсь я сначала. И правда, я выспалась, классно, так спокойно поспала, пол седьмого проснулась. В общем, отдохнувшая, выспатая. И прям уже бью копытом. Мне уже не терпится скорее все-таки доделать ремонт в этом шкафу, чтобы у меня уже было все, что касаемо ремонта, закончено. Вот, так что я сейчас раскачиваюсь, прихожу с себя, я пью кофе, утречко, на улице погода хорошая, все прекрасно. Сын у меня уже в отпуск пошел с сегодняшнего дня, да, но он уже вчера выходной, по-моему, был. Но они вчера с Наташей оба выходные, занимались своими делами. Сегодня Наташа на работу, Настя в садик, сын выходной. И я надеюсь, что они с дочкой сегодня все-таки эти колеса у меня заберут. Вот, но в любом случае, независимо от этого, я уже могу спокойно продолжать делать свой ремонт в этом шкафу. Я уже продумываю, что куда положить. И, кстати, очень хорошо, что я вчера выгребла кучу хлама из этого шкафчика. Теперь мне уже сегодня не нужно этим заниматься. Ну, кое-что там осталось, по мелочи уже потом буду выбрасывать. Но, во всяком случае, вот то, что не нужно, то, что хлам, действительно, кучу мешков. Я это вот вчера уже вынесла и все. Теперь у меня шкаф готов уже к тому, чтобы начать в нем ремонт. Я сейчас, у меня уже верхний антресоль высохло, там все. Я хочу там, у меня пакеты с этими покрывалами, все это перекинуть наверх. И, в общем, освободить шкаф, нижнюю часть, и спокойно там уже ковыряться. Но сейчас я пью кофе, прихожу в себя, и, в общем, переоденусь и начну. Ну, все, девочки, закинула я вот с этой полки, что у меня в шкафу было. Все у меня там одеяло, покрывало, и подушки, в общем, положила вверх, и антресоль я закрываю, и начну уборку уже внизу. Сейчас я достану оттуда все. И начну сдирать обои. Обои я содрать хочу. Старые, старые. Ну, вот я диван отодвинула, колеса вынула, и теперь я сдираю здесь обои. Вообще, конечно, здесь кошмар. Здесь ремонт я делала еще, когда только вселилась сюда, в 88-м году, в эту комнату, в квартирку. И, в общем, короче, тогда вот обои поклеили, больше их не клеили. Стены немножко подколупаны, надо сейчас пойти мне взять шпатлевку, краску. И сейчас вот, где обои не доснимались, я сейчас сниму. И буду замазывать стены. Стены, конечно, там и потресканные, и ужасные. Вот они обои. Полы там, конечно, кошмар. Я, когда подмету, покажу вам, какие здесь полы. Какие вообще в комнате были полы. вот эту перекладину вешал еще мой муж. Он взял такую прям серьезную трубу, вырезал вот эти штуки, и вот такими огромными гвоздями вбил их в стену. И вот эту штуку снять, это только надо болгаркой, наверное, резать. Но я не буду ее снимать, она, в принципе, мне не будет мешать. Я ее покрашу в белую краску, сделаю под ней полку, и, в общем, туда буду класть какие-то свои мелкие принадлежности. Подушки, покрывала, наверное, туда и пойдут. Он, если что-то делал, то делал прям навечно. И, наверное, он собирался здесь отжиматься. Хотя она высоко для этого висит. Но, может быть, она пригодится. Может быть, когда-нибудь я здесь опять сделаю шкаф и буду вешать какие-то вещи. В общем, пусть она остается на память. Ну, вот и все. Обои везде поснимала я. Зачистила стены. Все полностью. Уже можно их штукатурить, шпаклевать. Полы помыла. И полы, вот здесь видите, какие доски. Вот такие же полы были в комнате. С огромными щелями. Это единственное спасение, что я положила ковролин. При том, что доски еще неровные, если так посмотреть. Одна выше, другая ниже. Огромные щели. Такие жуткие плинтуса. Ну, вот так вот строилось у нас это здание. И здесь жили люди все временно. Все ждали квартиру. Это было как временное жилье. К нему так и относились, как к временному жилью. И делали здесь ремонт, тяп-ляп. Лишь бы так освежить как-нибудь и все. Так что пришлось повозиться. Все. Следующему этапу я уже готова. Выбросила я обои вот эти, которые подзирала. Мусор выбросила. И иду сейчас я, девочки, в магазин. Ваш дом у нас тут недалеко, рядышком. Нужно купить еще краску и шпатлевку. У меня вся краска-шпатлевка закончилась. Все ушло у меня на комнату. Вот. И теперь я посмотрела в шкафу. Там очень много. Нужно замазывать. Щели большие, огромные. Так что возьму я такую же баночку шпатлевки, которая была. И краску. Наверное, краски возьму две. Потому что, скорее всего, одну краску, чтобы покрасить там дерево, ну, верхнюю часть планки. И кое-что там еще подмазать надо. Для дерева металла, наверное, возьму эмаль. А еще возьму для стен. Такую же, наверное, как и была. В общем, обе краски у меня ушли. И обе краски были хорошие. Ой, короче говоря, вроде там маленькая такая квадратура. Там метр на 70. Но столько там возни сейчас предстоит. С другой стороны, я никуда не спешу. В общем, сделаю, да и все. Погода у нас сегодня пасмурная. Хотя тепло. И ветра нет. Пшеномонтажный центр. Я смотрю, тут очереди нет. Ну, потому что будний день. Я вообще-то детям сказала, не надо в выходные. Люди все туда пойдут менять резину сейчас резко. Лучше будний день. Вот, мы уже пришли. Магазин Ваш Дом. Рядом с моим домом. Девочки, пришла домой. Застелила тут, чтобы не пачкать. Короче, купила такую же я краску интерьерная для стены потолков. Универсальная, экономичная, укрывистая. Вот, такую же взяла шпатлевку, которая была тоже универсальная, акриловая. Взяла свежую кисточку. Та уже испортилась. Это для эмали. Взяла вот такие уголки. На эти уголки буду вешать я полки. И вот я, представляете, лоханулась, девочки. Взяла краску, посмотрела. Такая же, все, без запаха. Один час. Не обратила внимания. Ну, я просто забыла дома очки. В общем, короче, чек на месте. Пойду сейчас менять краску. Лишнее движение. Ну что, девочки, отправляюсь в магазин и опять менять краску. Кто-то из подписчиков мне писал, вам надо побольше гулять, побольше ходить, дышать свежим воздухом. Пожелали мне. Вот я теперь иду. Дышу свежим воздухом, гуляю. Ну, кто-то написал, что-то вы грустное, а что-то вы тяжело дышите. Потому что уже возраст. И потом же уже мотаюсь туда-сюда. Туда-сюда, туда-сюда. Вот и получается, что запыхалась. Нет, плохого настроения нету. Я не грустная. Я просто озадаченная, озабоченная. Вот и все. Всего лишь навсего. Ну все, телепкою дальше. Ну все, мои хорошие, поменяли. Без проблем. Сделали возврат чека и заново пробили. Взяла такую же, только белую. Дышу свежим воздухом. Небо хмурится, небо пасмурное. Наверное, пойдет сегодня дождь. Но я думаю, что мне все равно. Потому что я сегодня уже из дома выходить никуда не собираюсь. Я заодно купила хлеба. Еда у меня есть. В общем, буду сейчас потихонечку ваять. Что успею, сделаю сегодня. Что не успею, буду делать завтра. Можно теперь включить телевизор. И ковыряться себе потихонечку. Творить, ваять, наводить красоту. Решила показать вам красоту. Смотрите, тут уже цветочки начинают. Собираются распускаться. Желтенькие такие цветочки. Вот, смотрите, какие уже повырастали растения у нас высокие. В общем, красота, красота. Цветочки-лютики. Вот такое вот. Вот тюльпанчики уже, бутончики. Ну, все, красиво. Теперь идем домой. Кажется, дождик начинается. Что-то, я смотрю, начинает покапывать уже. Я вовремя успела сделать все, что мне надо. В общем, начинаю, девочки, вот так замазывать все потихоньку. В общем, буду потихоньку замазывать, не спеша. Включу сейчас телевизор, что-нибудь буду посматривать. И, в общем, вот таким вот образом. Вот так вот раз взяла и начала смазать дырочки. А дырочек тут на стене, видимо-невидимо. Так, кажется, сын звонил. В общем, девочки, у меня стены в шкафу, как мухомор. Столько было дырочек. Вообще, я не знаю, с чего эти стены, они прям как песок сыпятся. Но вот такой вот старый дом, вот такие вот у него неприятности. Ну, в общем, я замазала вот эти вот щели, которые у меня там были понад плинтусом. Везде. И шпатлевка у меня закончилась. Целый день работала в очках, чтобы все хорошо видеть. И на этот шкаф у меня целая банка шпатлевки ушла. Приезжала дочка, сын. Забрали колеса у меня. Теперь у меня простор. Очень все классно. Привезла она мне подушечку. Подушечку. Такую вот, которую я заказывала одну от Василька. Вот вторую она мне заказала. Очень приятно. Что я вам хочу сказать, девочки. Мне вот казалось, вот вроде метр на семьдесят этот шкаф. Да, казалось, маленькие работы там мало. Я только шпаклевала целый день. В общем, потом еще надо будет подождать, пока подсохнет. Потом загрунтовать. Опять подождать, пока подсохнет. Подсохнет. И потом только красить. А, еще перед тем, как грунтовать, надо будет немножечко шкурочкой пройтись. Потому что все-таки чуть-чуть, чуть-чуть надо... Там, где я замазывала, немножко вот, чтобы было получше. Поглажу. Ну, как-то так сказала, да. Вот. Ну, я немножко подустала. Ничего себе. Целый день, в общем-то, занималась. Я вот этой вот... Целый день в очках. Включен свет у меня. На улице пасмурно. Там дождик периодически покрапывает. И, в общем, я вот это скрупулезно занималась вот этой работой. Но, слава Богу, я все это закончила. Я, в общем-то, так и планировала сегодня, по крайней мере, хотя бы вот эту всю замазку закончить. Вот. Ну, а там уже через некоторое время посмотрим. Может быть, прогрунтую сегодня, может быть, нет. Может быть, завтра уже все это буду делать. Но, в любом случае, я думаю, что мне это видео пора закончить. Потому что, ну, возможно, я сегодня больше делать не буду ничего. Но, если я буду делать что-нибудь дальше сегодня, я начну следующее видео. Потому что завтра утром у меня должно уже выйти видео. А мне его еще нужно смонтировать, проверить. И в 8 утра, возможно, оно и не выйдет. Может быть, сегодня проверить мне не удастся, потому что оно выгружается очень долго. Я слишком допоздна сидеть не хочу. Значит, я его проверю утром. И выйдет оно чуть-чуть в запоздание. Вот. Если кто-то говорит, что я серьезная, девочки. Ну, такая серьезная, я просто озабоченная. Вот какая-то озабоченная там на своей волне. Но, в любом случае, я себя успокаиваю тем, что, в общем-то, я-то никуда не тороплюсь. И я спокойно, потихоньку, по чуть-чуть, по чуть-чуть это сделаю. Просто единственное, что, конечно, я не люблю бардак. И мне хочется поскорее все это закончить, разложить все по местам. И наслаждаться чистотой и порядком. И кайфовать, получать удовольствие. Вот. Ну, все. Дело уже, как говорится, вышло на финишную прямую. Вот этот вот шкаф я уже доделаю. И вся грязная работа на этом будет закончена. В любом случае, я надеюсь, что завтра уж в крайнем случае все это я закончу. Вот, девочки. Ну, в общем, я хочу сказать так. Продолжение следует. Я с вами прощаюсь в этом видео. Но поздороваюсь в следующем видео. Ну, все, мои хорошие. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого всего безобразия. И продолжение следует. Мы увидимся в следующем видео. Вы увидите продолжение. В конце концов, как преображается шкаф. И вот из того, что было. То, что я вам это безобразие все показала. И что потом в итоге получится. Ну, все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok